Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это краткий обзор на Бейпиазавра в обновлении 6.5 The Isle of Rima. Собственно, давайте начнем с его стат. Итак, во-первых, это динозавр Omnivore, то есть всеядный. Вес 90 кг, максимальная скорость передвижения 32 км в час и его битфорс, то есть сила удара в ньютонов 20. Так, рассмотрим диеты. Это крабы, речная рыба, редиска, лягушки, картошка и санчок роуз, то есть корни подсолнечника. Давайте посмотрим на его крики. Итак, единичка, зов. Двоечка, добавление в пати, либо мирный крик. Троечка, агрессивный крик. Четверочка, зов о помощи. Бейпиазавр. Хоть и всеядный динозавр, но он не может есть мясо других динозавров. Обратите внимание, труп Галлимимуса, мы не можем его есть. Только крабы и речная рыба. Также, запас стамины данного динозавра в беге, 4 минуты. Восстановление стамины, 40 секунд. Запас кислорода в воде, минута 40 секунд. Также, Бейпиазавр не нуждается в жажде, когда он находится в воде. То есть, он не хочет пить абсолютно. Так же, как Дейназур. Давайте рассмотрим его удары. Левая кнопочка мыши. Бейпиазавр может прыгать. Удары на альте. Также, Бейпиазавр достаточно хороший пловец. Подойдя к берегу, вы можете сделать глубокий нырок. Собственно, что нужно для этого сделать? На шифте. Подбегаете к берегу, нажимаете пробел и жмете вперед. Ваш Бейпиазавр должен глубоко занырнуть. Только не забывайте, что это касается самых глубоких мест в реках Исласпира. Вот таким образом это делает Бейпиазавр. Давайте попробуем еще раз. Также, вы можете выпрыгнуть на берег. Пробел. Вы не получите никакого урона. Также, особенная механика Бейпиазавра. Цепляться за дно. Прижмитесь к дну и нажмите правую кнопку мыши. Мы зацепились за дно. Мы можем передвигаться здесь свободно. Также у Бейпиазавра особое ночное зрение. Для тех, кто не знает, ночное зрение включается на Икс. Конечно, это лучше рассматривать ночью. Собственно, скажу так, что это выделяет каждый камушек, каждое бревно, каждую травинку. Сделано это для того, чтобы в будущих обновлениях в каких-нибудь бревнах прятаться от дейнозухов. Все-таки реки и озера теперь придется разделять с такими большими монстрами. Да и назухи, кстати, не видят наши движения, когда мы зацепились за дно. Но все равно опасайтесь их. Так же, зацепившись за дно, мы можем шифтовать. Мы можем плавать. И, собственно, Бейпиазавр не отпустит свои когти. Давайте продемонстрируем. Шифтуем. Отпускаем shift. Вы снова зацепились. Чтобы отпустить... Отпуститься одна. Нажмите пробел. Вы просто всплывете. Чтобы сделать на рока вниз. Control. Держитесь с дна. Бейпиазавр хороший пловец. Шифтуем. Зажимаете shift. Так же он, как дельфин, отлично прыгает. Что для этого нужно? Собственно, чем выше вы поднимаете камеру мышкой вверх, тем выше Бейпиазавр прыгает. Давайте продемонстрирую вам это. При этом, сразу скажу, что есть отличная фишка у Бейпиазавра. Когда вы shift-уете и пробелом поджимаете эти удивительные прыжки, вы не тратите абсолютно стамину. Обратите внимание на стамину. Давайте полпятки будем держать. Такими нырками Бейпиазавр достаточно быстрее передвигается, нежели просто плавая под водой. Так же, отличная способность Бейпиазавра. Нюхать под водой. Мы можем на компасе обнаружить некие пузырьки. Что, собственно, это дает? Подплывите к ним. Нажмите Е, раскапывайте. Там вы можете найти краба, которого вы можете съесть по нутриентам. Также Бейпиазавр ловит рыбу. Как это сделать? Найдите любой косяк рыб. Давайте сейчас я вам продемонстрирую это. Собственно, увидели косяк рыб, нажимаете левую кнопку мыши. Таким образом, вы поймаете рыбу, которую вы можете съесть. Кстати, совсем забыл сказать. Гнезда у Бейпиазавра насыпные. Лимит 10 особей. Думаю, что, наверное, на этом по гайду все. В дальнейшем, если какие-то механики будут изменяться на динозаврах, я вам обязательно расскажу на своем канале. Так что обязательно подпишись сейчас, чтобы не пропускать самую новую информацию касаемую The Isle of Rima. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok